Вечером 25 октября в Салихарде спасатели тушили частный жилой дом. Спустя 16 минут 15 спасателей на четырех машинах ликвидировали пожар. Огонь повредил деревянный короб системных коммуникаций в свайном поле на площади 5 квадратных метров, а также кабель обогрева. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В Губкинском в одной из квартир на первом этаже произошел пожар, в котором мог погибнуть мужчина с ДЦП, сообщили в паблике губкинский.ком. На помощь ему бросились соседи, которые вытащили неходячего 30-летнего северянина через окно. Молодого человека передали в руки врачей. Известно, что во время пожара он находился дома один и без посторонней помощи не смог бы покинуть квартиру. Губкинцы назвали имена героев – это Вадим и Иван. Как сообщает МЧС, сигнал о пожаре поступил в 12.39.22 октября. На борьбу с огнем прибыли 10 спасателей. Со сгоранием удалось справиться за 20 минут. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В Надыме осудили местного жителя, который с ножом кидался на полицейского. Почти год назад, 30 декабря, в Надымскую полицию обратилась женщина с жалобой на пьяного супруга, который дебоширит и угрожает ей. Сотрудники тут же выехали на помощь Надымчанке. В квартире обнаружили пьяного 45-летнего мужчину, который тут же стал угрожать полиции. На одного из сотрудников он бросился с ножом и пытался нанести удары по голове и туловищу. Защищаясь, полицейский получил резанные раны, а хулиган спустя год получил приговор. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Приговором суда виновному назначен наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Новорингойская полиция обнаружила два пакетика синтетических наркотиков у ранее судимого жителя газовой столицы. Мужчину 1984 года рождения задержали при проведении операции по поиску людей, причастных к незаконному обороту наркотиков. С собой у него оказалось почти 2 грамма запрещенного синтетического порошка. По словам задержанного, все это он приобрел для личных целей. За незаконное хранение запрещенки в крупном размере ему грозит к 10 лет лишения свободы. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Лучшие дизайнеры на лучших фабриках делают лучшие обои для лучших клиентов. Клиентов магазина «Интерсвет». Новый Урингой, улица Звездная, 15, торговый дом «Альянс».